С разведчиками из батальона Судоплатова. Им нужно в жеребянке. Летом в СУП попытались нанести здесь основной удар. Село стратегически важное. Отсюда идет дорога на Васильевку и дальше на Токмак и Мелитополь. Наши парни врага не пропустили, а натовскую технику сожгли. Неприметный дом в одном из поселков на Ореховском направлении. Оттуда вылетают наши дроны и спешат изучать противника. Но помимо войны дронов, идет же и война дронобоек. Каждая из сторон использует средства РЭП, антидроновые ружья и электронные приблуды, меняющие радиосигнал. Еще один секретный дом уже в другом поселке. Научно-техническая лаборатория, где разрабатывают и собирают беспилотники. В гараже обломки сбитых вражеских дронов. И даже дорогущий немецкий свитчблейд, аналог нашего ланцета. Здесь дроны модернизируют. Если надо, печатают нужные детали на 3D-принтере. Идет шахматная игра. Противник постоянно что-то придумывает. Наши отвечают, иногда ходом парадоксальным, ставящим в тупик. В мастерской работает дядька с позывным «Аргон». Из фанеры и электронных плат он собрал больше сотни беспилотников. Они летят все дальше, все тише и все незаметнее. Его машины поднимают до 2 килограммов. Выстрел от РПГ или 82-мм мина. Для сравнения, большой украинский квадрокоптер «Баба-Яга» может нести до 6 таких. Но он шумный, заметный и дорогой. А этот дешевый. Сделают 6 полетов и сбросят на противника 6 мин. Собьют. Не жалко. Ну, про многие подразделения уже и легенды слагают. В народ ушли какие-то эпизоды, истории, отдельные люди, их частные истории. Ну, вот особенное встречается в различных социальных сетях. Вот как раз про разведчиков батальона Судоплатова. Я так понимаю, это прямая связь поколений. Отсылка к тем еще судоплатовцам. Расскажите, как это все вообще происходит на месте. Да, это интересный батальон, который появился сравнительно недавно. И при этом уже успел стать очень известным, почти легендарным. Тактически он же формировался в тот момент, когда уже СВО, то есть специальная военная операция началась. И я помню, как в интернете они потихонечку формировались. Они где-то вот там общались и так далее. Это вот все происходило на наших глазах. Да, изначально предполагалось, он формировался в Запорожской области. И предполагалось, что жители Запорожья смогут пойти воевать. И действительно, там некоторый процент бойцов – это люди, которые родились в Запорожской области. Но Костяк – это серьезные технические специалисты. Там, ну, благодаря администрации Запорожской области им обеспечили условия. И туда люди идут, которые имеют возможность поэкспериментировать вот в техническом смысле. То есть там серьезные специалисты работают. И у них и радиоборьба идет серьезнейшая, и радиоразведка, и вот изготовление всевозможной техники. Я прошу прощения, вот когда мы от специалистов слышим, вот особенно тех, кто приближен к военно-промышленному комплексу, они говорят, вот по дронам такая доработка, по антидроновым дружьям такая доработка. Я так понимаю, первоисточник – это вот как раз в том числе и судоплатовцы, которые говорят, мы испытали, нужно бы вот это добавить, и это потом уже, собственно, в производстве добавляется, и мы получаем на выходе уже совсем другой дрон или совсем другую противодронную аппаратуру. Ну, в том числе это изобретатели, которые сидят на передовой. И они изобретают, и что-то у них получается, что еще даже неизвестно, вот где-то еще, да, у них свои ноу-хау, свои разработки, которые они тут же могут… КБ на выезде, можно так сказать. Ну, по сути, вот они на передовой сидят и работают. Раз они еще и радиоразведчики, то, может быть, они рассказывали, кого они слышат. Ну, мы знаем, что там частично, да, польскую речь слышно обычно на разных направлениях, потому что эти наемники польские. Что еще? Вот, может быть, что-то необычное? Ну, у них есть технологии, которые позволяют перехватывать радиосигналы, ну, начиная от того, что они могут перехватить управление дроном вражеским и смотреть его глазами, что происходит. И переговоры, вот, Моторола, самая защищенная связь нашего противника. У них своя Моторола, которую они тоже перепрошили и теперь, значит, используют для своих целей, ее нельзя взломать. А вражескую они слушают. И в том числе слышат переговоры, там, британских разведчиков и, значит, представителей Ми-6, которые там тоже присутствуют, координируют вот это вот, значит, попытки. Если я не ошибаюсь, даже частью это опубликовалось в открытых источниках, как раз-таки, как, значит, британцы друг с другом переговариваются во времена тяжелые для них, так скажем, во времена боя тяжелые для самих этих британцев. Ну, у них есть план, свой план, который они придумали, но этот план подразумевает, ну, большие траты среди украинских солдат. И поэтому украинские солдаты не всегда хотят следовать британским планам. То есть их гонят вперед в атаку, а они иногда там как-то стараются... Ну, да, они же говорят, как, это украинский персонал военный. Вот, пожалуйста, вперед отправляйтесь на местные штуки. Да, пожалуйста. Два момента. Во-первых, вот сколько смотрю кадры наших военных корреспондентов, ну, согласитесь, это наше существенное, наверное, отличие от врага, потому что, ну, нет с той стороны вообще военной журналистики, да. И условия, которые той стороной создаются для журналистов, мы знаем, что там запреты, иностранцам приезжать нельзя, все-таки нужно отдать должное нашим военным, при всех иногда трудностях бюрократических, да, тем не менее способствует тому, чтобы мы имели возможность работать на линии боевого соприкосновения и рассказывать о героях, ребятах. А что касается дронов, у меня мой товарищ... Некоторые репортеры уезжают в командировки на три месяца. Я понимаю, тут понимаете, в чем вопрос, что это же все архивная хроника, которая потом будет пересматриваться поколениями, и эта работа, это огромный труд, и этому способствует, этому содействует. А что касается дронов, у меня товарищ ушел мобилизованным с моего города, мы с ним там с детства дружим, вот сейчас он руководит подразделением, и вот эти умельцы на местах, я вам скажу, что они многие НИИ опережают, потому что они занимаются практическими вещами от ситуации. Знаете, когда он мне показал, они оборудовали сами класс, они учат друг друга, как этим пользоваться, они научились и паять микросхемы, они научились оперативно реагировать на то, чтобы лишить врага возможности перехватывать наши дроны, они сами их перепрошивают, и более того, они сами их изобретают, то есть они сами их собирают, они уже знают, какие нужны экраны, двигатели и так далее. Это огромная работа, и я бы многим профессионалам в военно-промышленном комплексе собирал бы таких людей для консультации, они могут очень многое подсказать. А вот вы говорите, собирал бы для консультации, у нас как раз в четверг, в рамках нашей программы, здесь вечерний, был человек, который занимается подготовкой бойцов для того, чтобы они управляли FPV-дронами. Ну, все уже знают, что это такое, это от первого лица дроны. И я говорю, а вы кого учите? То есть люди какие-то с улицы к вам приходят и так далее? Он говорит, нет, у нас нет времени учить людей, которые с улицы приходят. У нас разные уже подразделения приезжают к нам, получают определенный опыт и убывают обратно в зону СВО. Я говорю, а кто? Говорю, бобры. Он говорит, и бобры, и судоплатовцы в том числе. И возникает закономерный вопрос. Я говорю, а вы-то как этому научились? Он говорит, ну как, миллион сожгли примерно, так скажем, спонсорский. Денег меценатов. Да, денег меценатов. Да, условно. Ну, учились где-то там, а теперь передаем этот опыт. То есть опыт этот действительно, он передается и к боевым подразделениям, и от них. Владимир. Да, вот хочу отметить, есть даже учебный центр, например, имени Владимира Жоги, где готовят операторов дронов. И вот подтверждаю эти слова, которые только что сказаны, о том, что потом эти операторы отправляются по различным подразделениям, для того, чтобы единая система управления тактическими звеньями, корректировка артиллерийского огня, все это действительно стало нау-хау. Здесь ноу-хау, здесь вот какой момент, смотрите. Можно говорить новшество, если что. Да, новшество. Одно дело, значит, просто экспериментаторы какие-то, которые что-то перепрошивают. Это действительно так, осваивают новые военно-учебные специальности. Наши морпехи, они и катерами управляют, и дроны перепрошивают. Это контрактники обычные молодые ребята, да. Это как бы нужно отметить аплодисментами, я думаю, то, что они все специальности освоили уже, да. Но вот здесь важна обратная связь. Вот эти вот экспериментаторы, они, безусловно, должны кооперироваться с нашими, не просто конструкторскими бюро, а производителями. Есть кооперация напрямую, и армия 2023, которую мы обозревали по два раза в день, и это только мы, потому что коллеги работали и на месте, студия стояла, и новости постоянно были включены. Сюда приходили герои, мы видели эту кооперацию по многим видам вооружения, что она напрямую. Вот что говорится, как вот, утром в газете, вечером в куплете. Вот есть понимание на фронте, что вот это необходимо. Проходит достаточно быстро с точки зрения работы производственной большой машины, и это уже есть результат. Я еще прошу, прошу, и хвалят еще гарпуны вот эти третьи модификации, питерские противодронные ружья, вот хвалят реально. То есть это значит, что наше аутентичное производство, те ребята, которые занимаются противодронным оружием, они уже вышли на очень серьезный уровень. То есть у меня есть ощущение, что голода, да, вот в инженерных кадрах на будущее у нас точно не будет. Может быть, это только мое ощущение, но почему-то, мне кажется, что я прав. Блестящая работа, Григорий, спасибо вам большое. Григорий Копатьян, всегда ждем.